Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Друзья, сегодня, поскольку понедельник, традиционно для данного дня пройдет вебинар в 16.00 по московскому времени, где мы разберем ключевые фундаментальные события, постараемся охватить трендовую динамику большинства инструментов, которые представляют для вас интерес. Опять же, поскольку это будет прямой эфир, вы всегда сможете в комментариях дать мне понять, какой актив нужно рассмотреть дополнительно, чтобы у вас была информация в принятии решений. Я обязательно это сделаю. Если есть возможность, друзья, всех вас с большим удовольствием приглашаю и буду рад вас всех видеть. Ну что ж, сегодня на финансовые рынки возвращаются трейдеры после пасхальных праздников, ликвидность будет увеличиваться и мы получим всю ту силу, которую ранее привыкли, способную реагировать на новостной фон, складывающийся на финансовых площадках. Давайте начнем с рынка нефти, который сейчас котируется на уровне 64,23. Разумеется, это котировки Brent, за которыми мы следим. Но если для вас более интересным, активным, предпочтительным является нефть сорта WTI, ну вы наверняка понимаете, что динамика схожа и практически то же самое. Решение ОПЕК – это наследие прошлой недели. Вопреки ожиданиям, страны ближневосточного картеля и энергетического пакта приняли решение поднять производство нефти, начиная со следующего месяца на 350 тысяч баррелей. В мае и июне была определена своего рода дорожная карта, в соответствии с которой объем добычи будет увеличен на текущую величину, а начиная с июля производство будет расти еще сильнее на 450 тысяч баррелей. Также нас интересовало, что сделает Саудовская Аравия, потому что ранее Саудовская Аравия в индивидуальном, одностороннем порядке убрала с рынка еще 1 миллион баррелей. Саудовская Аравия будет постепенно возвращать эту нефть на рынок, но выбросит не весь миллион баррелей сразу. Также он будет разбит примерно на 4-6 месяцев. Потенциально, друзья, что у нас есть в сухом остатке? То, что начиная со следующего месяца страны ОПЕК будут добавлять примерно по 500 тысяч баррелей нефти на рынок в качестве предложения. Я не вижу в этом какой-то серьезной угрозы для нашей прошлой идеи, ну, по крайней мере, моей. Я не знаю, придерживаетесь ли вы позиции такого же взгляда, как и я, касательно того, что нефть будет расти. Но считаю, что если вспомнить последние прогнозы Международного аналитического агентства, а в целом администрации аналитической информации, да и доклад ОПЕК, мы помним, что на рынке сейчас реально зафиксирован дефицит предложения почти на 1,3-1,5 миллиона баррелей. Поэтому, ну, как минимум, в ближайшие три месяца нам, как трейдерам, следящим за этим балансовым состоянием, ничего не угрожает. А если еще все-таки вспомнить позицию оптимистов, которые считают, что мировая экономика будет расти и восстанавливаться, то с ростом мировой экономики потребуется через более высокий аппетит и больше углеводородов. Поэтому я сохраняю длинную позицию, не меняю свою точку зрения. И еще раз хочу отметить, друзья, то, что, может быть, если вы не следили в частном порядке, опять же, за встречей, за протоколами, за детальным, опять же, содержанием итогов этой встречи, был комментарий о том, что если новостной фон изменится, если мировая экономика снова столкнется с вызовом уже третьей, может быть, даже, не дай бог, четвертой волны ковида, то страны ОПЕК будут готовы скорректировать снова объем нефтедобычи. И даже в том формате, друзья, что при необходимости могут быть с мая отменены вот эти решения по росту предложения. Короче, получается, что рынок нефти по-прежнему, на мой взгляд, интересен для покупок. Я в длинной позиции и жду бренд в районе 70 долларов за баррель. Американская валюта 93 пункта. Для доллара сейчас реально минутка славы. Потому что, на что бы мы не посмотрели в моменте, все располагает к тому, что доллар будет расти. Десятилетки даже, которые снижались три дня подряд в конце прошлой недели, сейчас снова растут по доходности 1,72%. И для меня таким психологическим рубежом является уровень 1,8. Я, может быть, изменю свое отношение к доллару только в том случае, если доходность реже и окажется выше этой планки. Доллар поддерживает улучшение экономических перспектив американской экономики. Массовая компания по вакцинации. Представленный Байденом план модернизации инфраструктуры американской экономики, который все интерпретируют, разумеется, с точки зрения того, что этот план создаст огромное количество рабочих мест и добавит много триллионов долларов к показателю ВВП в ближайшие годы. Но здесь тоже есть определенные, как бы, ремарки, на которые нужно сделать акцент. Во-первых, друзья, даже тот самый план, который мы разбирали на протяжении всей прошлой недели детально по тому, сколько денег куда будет направлено. 2,3 триллиона, напоминаю, что в общем порядке речь идет о такой масштабной цифре. Еще неизвестно, как он будет проходить одобрение в Конгрессе. После пасхальных праздников первые заседания рассмотрения начнутся уже на этой неделе. Если республиканцы, которые критически настроены в отношении того, что нужно согласовывать именно столько денег после прежнего экономического пакета стимулов на 1,9 триллиона, будут вставлять достаточные палки в колеса, то динамика доллара реально начнет очень сильно буксовать, восходящее. Также не забывайте, друзья, то, что этот план, даже если будет одобрен, его будут финансировать за счет налоговых реформ, а не за счет преимущественно доп. эмиссии американских облигаций. И ранее на прошлой неделе я, по-моему, комментировал, что при таком источнике финансирования может возникнуть ситуация, при которой доходности начнут снижаться. Из-за того, что предложений этих облигаций станет меньше, они станут пользоваться большим спросом. Да и в конце концов, десятилетки, их рост сейчас отражает потенциальные изменения денежно-кредитной политики в Штатах. И мне, как две недели назад, что месяц назад, было странно наблюдать за такой динамикой, потому что сам ФРС признал, что не будет менять денежно-кредитную политику. И я все-таки рассчитываю на то, что трейдеры-инвесторы, капиталы, которые тащат сейчас этот рынок к таким значениям, образумятся. И в итоге мы увидим ту динамику, которая, на мой взгляд, должна быть более логичной сейчас для доллара. Это снижение индекса американской валюты может еще легко оказаться в районе 90 и ниже. И еще один комментарий, друзья. Если все-таки оценивать глобально то, что сейчас происходит в мировой экономике, не думали ли вы о том, что такой масштабный пакет экономических стимулов в США, он может стать отличной базой для улучшения таких же глобальных рыночных настроений. Ну, если растет мировая экономика за счет того, что очень хорошее бусто показывают Штаты, значит, улучшаются ее перспективы. И разве это не достаточный фонд, чтобы пересмотреть свое отношение к риску и решить, что в таких условиях лучше зарабатывать на рисковых активах? Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на американский фондовый рынок и параллельно поздравить тех, кто вместе со мной ждал по S&P уровень 4000 пунктов, мы его достигли. Друзья, я благополучно вышел из позиции, буду искать новые точки входа. Если вам интересно, что будет с S&P дальше, полагаю, что рост может продолжиться. По NASDAQ еще держу длинную позицию 13500, но учитывая, как мы росли в последние дни, я думаю, что в рамках этой недели может быть сверхоптимистичный прогноз, но 13500 по NASDAQ можно будет сделать. Доллар канадец, хочется потоковать этой валютной парой, буду ждать закрепления ее выше отметки 1.26 и потом, скорее всего, покупать. Евро против доллара 1.1761. Здесь цель на уровне 1.17-1.1650. В зависимости от того, как быстро мы сломаем поддержку 1.17, может быть, ориентиры будут изменены. Но из-за ковидной ситуации во Франции, в Германии, в Италии, которая, к сожалению, за минувшие выходные, посмотрите за статистику, ухудшилась, количество заболевших продолжает расти, и те общенациональные локдауны, которые были уже установлены и введены во Франции, в Германии, в Италии, они, скорее всего, друзья, при такой динамике будут продлены. Фунт против доллара по британской валюте у меня длинная позиция. Я считаю, что британец будет расти, потому что фунт сейчас баловень, опять же, новостного фуна из-за кампании по вакцинации. С 12 апреля начнутся серьезные смягчения карантинных ограничений. Мы видим то, что возобновление экономической активности уже благополучно сказывается на активности потребителей и на статистике. Хорошие данные по ВВП, рост потребительской активности, рост активности в сфере услуг, снижает вероятность дополнительных послаблений в плане монетарной политики и создает дополнительные условия, по которым фунт все-таки получит возможность подрасти еще сильнее и, может быть, друзья, добраться до нашей цели 1,40. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели и до скорых встреч. Всем пока!